ну что друзья последнее доброе хорватское утро вот такое смотрите последнее доброе утро таким видом на прекрасные горы маленько ветрено сегодня опять но ничего мы все равно хотим собраться сдать комнату маленечко покупаться под загораем актер друзья мы съезжаем прошел сейчас уже на стояночку за машиной вот она тут ночевала стояла всю эту неделю принципе да прямо напротив рецепшена все ништяк тепла прошло хорошо сейчас укладываю часть вещей но иду уже туда на рецепшен то меня уже должны будут ждать мои парняки с телегой со всеми чемоданами все друзья и лего парни прикатились нормально все видите все вещи наш кульбок все чемоданчики сумочки кофточки все ништяк подъехал прям сюда на к рецепшену главному входу все сейчас грузимся и пойдем сдавать нашу комнату так на все упаковали мы закидали все свои вещи чемоданы там внизу все ништяк все сейчас машину на стояночку рассчитываем сейчас с отелем сдаем комнату и идем купаться да парни ты че так стал замерз что он стал на море хоть нифига чё ты устал ты проснулись ладно идем сдаем и купаться так все друзья машину снова припарковал пусть пока стоит положил снова золотинку чтоб торпеду сильно не грел так что все пойдем сейчас сдадим комнату нам там нужно еще заплатить за эти три дня которые мы оставались здесь дольше ну и за тесты нам заплатить надо кстати тесты не помню говорил я нет все нормально все мы отрицательный да так что все ништяк так ну все друзья поднялся я в комнату все готовы уже сидят на готовить собрались так что все вещички вроде проверили все собрали ничего не забыли что может сказать комната была принципе хорошая единственный не знаю даже минус не минус ну ванна была маленько старенькая но по крайней мере все работа все служило все прекрасно да все чистенько в комната вообще пять баллов ну вот еще раз вам комнатку покажу так куда большая кровать тут диван раскладной большой кресло моё семейство отсидится уже на готове на такой большой стол в принципе единственно что минус такой минус не знаю кому минус кому нет но мы принципе об этом знали когда ехали здесь нету холодильника но мы брали с собой на кульбокс потому что мы путешествовали на автомобиле мы об этом все знали и нам это никакого для нас минуса этого неба так а так все офигенно все классно но все идем сдаем комнату мы очень довольны спасибо отелю сдаем идем еще купаться смотрите он немцы на мотоциклах приехали далее номера на мотоцикле вон там harley два штуки harley bmw yamaha а мужики молодцы путешествовать но мы все сдали рассчитались все заплатили за ништяк сейчас идем далее оставим наши вещи в бассейне закрой там шкафчики что потом можно было помыться и идем на море купаться вот сейчас здесь в шкафчики оставим наши вещи так то еще не видел друг вельниц такие зоны фиген дает на не было сюда выход можно здесь фитнес есть один зал фитнеса суда направо тренажерчики стоят люди занимаются но здесь и такой прикольный выход смотрите какая офигенная солнечная погода нас провожает ваша солнышко смотри да реки кактусы я снимал как тыс и когда обзор дел прикольный да все здорово все территория блин ухоженная везде так классно все сделано тую сразу бассейн вход офигенно цветочки смотрите какие цветут какие-то листики к нам я туда на принес 3 кактусы как дома кабуца 3 создали все отдали вещи оставили последние последние часы не последний день уже последние часы покупаемся на море насладимся хорватским ярким солнцем но и к сожалению двух недельный наш отпуск заканчивается нужно ехать домой еще неделька дома отпуска подготовка к школе купить все необходимое для школы нам нужно но и все и начнется новый рабочий год и новый учебный год до мадам пришли мы на пляж время начала 11 народу еще вообще мало но сегодня ветерок опять же волны внутри такое море море маленько бушует но все равно смотрите к чистейшее небо воздух этот морской горы вообще не перестаю просто удивляться и радоваться хорватской натуральной природе были что ли парни нас тут уже сидят загорает балдеет мы сегодня взяли так собой чисто попить до 2 лежаночки принципе на этом месте мы и провели всю неделю здесь отпуска есть хорошо стенка вот это что стоит где-то даже от ветра защищает и меньше людей проходит хоть здесь и вода то принципе вот она витте сразу же здесь кевина вот черника смотрите делать сморозного тебе сегодня просмотреть супер-пупер чертика смотрите-ка ну-ка покажите прикольный чертик далее у нас редбуль зал шарики большие смыть и делу и киндер буэн а тоже знал смотрите кидывал большой шарик молодец парень хорошие мороженки делает даже цена 10 кунут в принципе как и везде он да не лизор смотрите вот чертик а супа халах тоже эти гвы сделали классно шины дарей дайте окунуться покупаться вот эти кая водичка ты классно чуть-чуть мутноватая от песочка до серого цвет воды офигенный андаре у нас рыба и тиандер по гороскопу рыба я так плавать не умею как вода тепленькая прохладенькая хорошая классно а пацаны нас он там все прыгает ныряет каждый день туда ходят люди тоже купается плавать загорает вообще классно смотрите какая водичка знаю как на камере передает не передает вот метров пять отошли от берега и здесь уже прям такой белый-белый песочек смотрите я думаю все таки вам видно дно на новости вот почти на дне моя нога штапочка да видать и все равно вода классная прозрачная чистая офигенно ты смеешься ты-то поплыла я с камерой как у меня нет этого аквабокса не взял с собой аквабокс у меня остался в машине потому что последний день уже все домой собрались ехать ну ничего хотя бы так вас с собой взять а до этого чё там и купались и я не брал с собой камеру думаю хоть последний день он взять покупаться с вами вместе вообще вода офигенно смотрите ништяк без очков вообще не могу чурюсь как этот я заплачу же пианды плаваешь классная тоже занырнул с камерой вообще классно пару дней чуть-чуть прохладная вода была а потом вроде бы ничего да мы согрелись или мы согрелись но черногории приехали на наоборот черногории вода очень тепло было офигенно здесь прохладнее вода ходили больше да мы там ходили гуляли везде видео лазили путешествовали смотрели в общем страну но здесь классно тоже тоже чем вами черногория тоже горы классно здесь между прочим от этих города которые прямо видно кажется как будто бы такой не за небольшой заливчик а на самом деле да вот эти гор я не знаю там километров блин у 20-30 а то можете все 40 будет они даже сейчас видите как дымки стоят потому что до них большое расстояние если взять эти города город башка сам сама побережье это она видите все такое ярко четко те горы они далеко далеко находится поэтому такой как дымки да ну это как бы часть горну которая относится суши оттуда уже начинается суши и сама страна хорватия как правильно выразиться но в общем там дальше уже за этими горами моря нету море только здесь все пойдем будем вылазить накупались я водичка вообще классно освежает хорошо покупаться так вообще самое то а дарья щас пучки получил дарья говорит что не ныряешь камеру тебя камера вода непроницаемы до 11 метров от играет аквабокс не взял ну жалко просто камеру все равно найти вода соленая и соленую воду мало ли что пикет знает для этого в принципе для подстраховки то и купил себе аквабокс до чтобы нырять черногории мы нырялись в аквабоксом а здесь а ты что-то как-то не получилось но все равно так вот видно я водичка офигенная классно но уж тем уже с моря попрощались морем сожалению офигенно классно было же самоле загорать упад очень понравилось пришли хотя уже видите закрытый бассейн и там здесь тоже нравится сейчас маленько без тепленькой водички покупаемся ну и все пойдем сходим душ и на обед и будем собираться домой дети там уже заре плавают сейчас тоже пойду окунусь поплаваю расслаблюсь перед длинной дорогой 70 большим километров домой нам еще ехать сегодня время кстати у нас 25 минут 3 уже ну ничего я хочу чуть-чуть расслабон чека потом рывочек и мы будем дома все накупались на море в бассейне помылись души прям таким удовольствием вообще классно что так можно остаться спокойно еще день на море провести и в душ сходить по-человечески да и переодеться здесь все в душ и горячая вода и мыло все все есть вообще прям там классно суперски все сейчас оставим вещички наши и пойдем сходим пообедаем и все их путь дорогу то мы зашли пообедаем сейчас хитро подсовывают меня ну зачем я за на пироль пить не буду заказали светит инфиш и детки что у нас осминоги принял все время все путаю одеть и заказали себе кальмара в акритюре так что напитки нам уже принесли сейчас сидим ждем охлаждаемся смотришь по вместе прикольно сидим грамм ресторанчик тут забить на море рада вот этот фастфудный киоск все весь вид портит но все равно ничего видно горы там там да там горы видно но ништяк вообще пообедаем да и домой рванем всего лишь навсего 700 километров ему уже будем дома наехать не охота до пацаны две недели прокатались или так важно было особенно здесь хорватии как-то прям такая обстановка кайфовая вообще классно было здесь здесь больше понравилось честно скажи чем черногории здесь как-то прям по европейски вот мы за этих тусоком получается 6 дней за эти шесть дней мы здесь отдохнули намного больше чем на 7 дней получается в черногории черногории мы больше бегали куда-то ходили что-то смотрели на разные пляжи ходили а здесь мы чисто такой вот пляжный отпуск провели полизали под загорали покупались удовольствие просто расслабили все еще скажешь все было хорошо его на вкусняшки смотрите у нас тут tintin fish осьминожки смотри некий вау ударе и тоже такое же самое даниэль кейна у вас вас кальмары да кальмары тоже с лимончиком с помосом и соус тут такой по ценам думал вас интересовать быть сколько по ценам вот эти вот порции горячие стоит 48 кун это получается сколько где-то 650 евро в общем наши по 650 а принципе и они все одинаковые да все по 48 все по 650 пола здесь стоит большая кола до пол-литровая где вода 500 грамм пол-литра она стоит 15 кун это 2 евро спрайт также опироль дарья себе заказала умом 30 до 30 кун это примерно 450 вот все будем обедать перед дорогой нам еще десертики принесли смотри какие прикольные вафель попырчатый бананом да у даниэля с бананом шоколадом у кевина сервера какие-то прикольные кей половинку заточил чего вкусно кин очень очень блин и не роняет вот эти ребят поиграть с мороженым до запульнул вот прям в афельку покажи что тебе сделали это кто тебе снеговик какой-то был и айма рафаэль смотрите как и дай да и не роняет нифига и прям там вафлю попал четко молодец парень на третий чон там соорудил вот видите какую вообще прикольно каждый день ходим к нему каждый день что-нибудь новое делать вот эти карты смотри покажись течку тебе сиська что видишь век раз по твой возраст блин я классно молодец супа массу даст даниэля фотографировать и прикольно мне мороженое сделал молодец парень до даниэль это облизываешь кей на тебя чё там тебя какой-то пингвины уже матрича череп упадет у него а так от ребят так и закончился да вот с таким настроением шикарным все прикольно блин молодцы умеет развлекательным отлично вообще так покушали принципе по цене нормально недорого вышло если на евро перевести в общем 227 кун это плюс-минус где-то 45 евро мы считаете и горячее заказали и по напитку взяли дарья вообще опироль себе взяла и потом еще две таких вафельные десерты то есть я считаю на семью так вот пообедать принципе ну нормально принципе достойницы надо за 45 евро ну и парень этот который мороженое дело скорее всего нас уже узнал особенно кевина кивин по несколько раз в день к нему ходит какие-нибудь ему все время фигурки мороженое делать по даже заметь да сейчас он сделал особенно у даниэль мороженый там трехъярусный там наверно блин ни один куголь и ну ни один шарик а там наверно все три или четыре шарика взял всего лишь 10 кун как будто бы за за один шарик прикольно чё какая-то мелочь но все равно приятно но мы ему и чаевые дали хороший так что нормалек дети он доедает часы нас мороженое мамка помогает ну и все и пойдем до машины уже и рванем смотрите сколько людей приехала заезжают а нам к сожалению уже все погнали мы то машины сейчас две недели блин дома не были там наш кот наверно с ума сошел без нас блин деда он нас покусал что в том году деда разок укусил что в этом году так что пора ехать кота воспитывать домой пока тут на стоянке грузились усаживались мое семейство заметила машину смотрите какая машинка машинка то обычная принципе шестерочка до audi старенькая посмотрите какая у нее рамка под номер на прикольное хоккейный клуб трактор челябинск прикольно кто-то наши местные тоже с челябинска но живут германии в другой земле бремени бремени с бремени люди целябинск везде эти кратери были да все ребят все мы уже все уже навигации задали машину уже запустили погреваем мотор время у нас почти 6 часов вечера но и все мы стартуем кстати я решил все таки ехать не через караванки туннель через словению а пойдем через удины на через триест удины на виллах эти стороны короче пойдем через италию потому что все таки думаю здесь поменьше будет пробок ну что в том году целых 12 часов мы застряли на караванки туннели все ребят покидаем территорию нам дали на рецепшене вот такой вот листочек со штрих-кодом его нужно сюда поднести просто сканировать и должны нам открыть шлагбаум сейчас попробуем попробуем только цена положить вот так вот хопа и все флагбаум открылся ура погнали до дому объезжаем на мозг ирк отлиной 1430 метров красивое место на мозг езжаешь сначала среди таких вот скал сейчас вот начинается длинный мост с острова кырк офигенная красота очень красиво везде такие заливчики горы скалы офигенно вот что что отсюда с острова кырк вообще не хочется уезжать в черногории когда уезжали как надо было надо было поехали отсюда не охота было еще уже хоть мы здесь и продлили еще на на три дня до на две ночи отель но все равно не охота отсюда уезжать был просто офигенный шикарный отпуск проехали мы за все время нашего отпуска за две недели две тысячи семьсот пятьдесят два километра это полностью от ингрид штата до черногории обратно в хорватию но и домой до ингрид штата снова нашу родную баварию всем привет следующий день 4 сентября у нас это говорит о том что вчера ночью или сегодня даже ночью пол третьего мы вернулись с отпуска с хорватии конечно наша . было хорватия вернулись мы довольно таки быстро расстояние 730 километров с острова кирк мы преодолели за восемь с половиной часов нами принято было решение ехать через италию так как если ехать через словению на караванке туннели уже была большая пробка выезжали мы в принципе вечером 6 часов вечера и стоять поздно вечером либо ночью даже до опять в туннеле перед туннелем либо в туннеле в пробке нам не хотелось поэтому мы поехали через италию в общем мы выехали с острова кирк ушли маленько левее сторону триеста удины и потом на виллах совсем небольшой кусочек словении затронули за буквально километров на 30-40 там мы заправились дешевой соляркой соляка там стоила 1 евро 28 центов буквально тут же мы заехали в италии в италии читайте солярка стоила уже 11 46 или 1 48 то есть на 20 центов грубо сказать дольше полет был вообще нормальный хороший на границе хорватии и словении у нас только проверили паспорта никакие тесты никто ничего не спрашивал на австрийской слове на итальянской австрийской других границах тоже вообще ничего никаких проблем никто нигде не стоял единственное что на границе австрия германия как бы не пробочка была буквально мы там минут 20 25 потихонечку перестроились в один ряд проехали без всякого контроля без ничего и в общем полет вообще был шикарный в принципе можете судить сами 730 километров на 8 полу часов мы делали одну большую остановку где-то на полчаса примерно уже в австрии и две небольших одну санитарную остановку делали и одну я заправлялся у слове не только заправился сразу поехали так что вообще отлично нам понравилось из италии уехать намного как-то спокойней быстрее нет ну потому что расстояние получила через италию на ровно 60 километров дальше но все равно очень классно и ни единой пробочки не было ни единой задержки ничего вообще прям суперски отлично проехали но сейчас обычный субботний день отпуск закончился кушать дома нечего я уже он приехал в магазин альди сейчас будем закупаться и кстати тоже смотрите какая отличная солнечная погодка у нас еще неделя отпуск даре и будет здесь германии погодка тоже отличная солнечная даже какие-то дни 27 29 градусов стоит минимальный 24 вот сегодня дальше еще теплее прекраснее будет так что надеюсь будем еще куда-нибудь может быть на озеро на велосипедах один денек хотя бы выберем съездим ну и нужно опять же прикупить какие-то вещи уже для школы собрать детей школу так как дети у нас баварии 14 сентября идут школу ну вот в общем ребят вот так так закончился наше путешествие наш отпуск так что кому понравилось ставьте лайки пишите же конечно же комментарий подписывайтесь на канал ну и всем пока до следующего видео до следующего путешествия